мы снова рады приветствовать всех любителей настольного тенниса прошли 10 июньских дней и у нас как всегда есть что вам рассказать за это время стало больше как подписчиков нашего youtube канала так и участников турниров setka cup собственно стало больше и самих турниров если раньше в неделю проводилось 30 турниров то теперь к ним добавились еще два вечерний ночных турниров впервые в истории setka cup в течение одной недели было сыграно сразу 6 женских турниров поэтому вполне логичен тот факт что главным героем сегодняшнего выпуска мы решили сделать теннисистку любители настольного тенниса в украине прекрасно знают евгению васильеву игрока сборной страны участницу чемпионатов мира европы чемпионка украины после замужества она поменяла фамилию и теперь она сазанюк уникальный евгения тем что играет ракеткой на который с обеих сторон находятся атакующие короткие шипы а еще на несколько лет тренировалась играла в германии и австрии ей даже посчастливилось побывать в знаменитой академии верно расшлагера не так давно женя стала мамой и теперь она много времени проводит в парке гуляя со своей дочкой там мы и встретились со спортсменкой которая 14 июня дебютировала на турнире Сетка Кап ты возвращаешься в настольный теннис первое соревнование после почти годового перерыва последние соревнования были в апреле прошлого года у тебя была декретная пауза у тебя родилась девочка поздравляем тебя спасибо большое новый этап в твоей жизни начинается но вот насколько он может повлиять на твою настольную теннисную карьеру что-то изменилось или по-прежнему у тебя чисто любые планы все изменилось конечно с появлением ребенка все меняется но по поводу настольного тенниса в меня как бы большие планы я хочу продолжать дальше играть хочу совмещать все это это новый этап новый этап будет в жизни хочу научиться совмещать спорт и семью посмотрим как у меня это получится ты известна как такой игрок у которого вот с двух сторон атакующие шипы таких игроков ну очень мало как бы в мире в Европе в Украине вот расскажи немножко как ты пришла к тому чтобы играть вот именно с двух сторон шипами с самого ли начала ты это играла вот кто кто привел к этому я когда пришла в настольный теннис и играла абсолютно как все гладкими накладками и это продолжалось где-то до 16-17 лет справа слева гладкие накладки все как обычно но я не умела вращать я умела только подставлять и бить и накатывать и тренер мой сказала что ну вращать ты не умеешь давай попробуем шипы я очень плакала не хотела я играла какие шипы чем вы говорите на ритак или шипы или домой ну тогда пришлось выбрать шипы сначала мне поставили шипы справа я играла гладкая слева да гладкая слева и шипами справа так продолжалось где-то год получалось у меня не очень и мы сказали ну все уже хуже быть не может вращать слева тоже не умеешь давай ставим слева шипы ну вот так вот и я стала играть шипами пошло-поехало и стиль менять не собираешься нет нет ничего менять не собираюсь может быть шипы иногда про про пробую новое но гладкими накладками уже точно играть не буду чтобы ты выделила вот своей карьере какое-то самое большое твое достижение вот или и и и какие цели вот ты ставишь сейчас после возвращения в спорте достижения я была чемпионкой абсолютно чемпионка украины 2016 году я для меня это было очень важно я хотела выиграть личный чемпионат украины вот из достижений на международной арене что последнее время 2017 год если не ошибаюсь мы с они гопоновой были на протуре в испании в полуфинале и в 2012 году я была тоже в полуфинале на протуре в в минске ты много лет провела в германии в австрии так у тебя удачно можно сказать сложилась твоя карьера что ты попала в нужное место наверное в нужное время расскажи как ты оказалась вот в австрии в германии сколько ты там провела и я знаю ты была в знаменитой академии вернера шлагера в германии я прожила три года в австрии год попала я туда по волонтерскому проекту называется европейская волонтерская служба мой проект состоял в том что я играла с детьми в клубе выступала за этот клуб и учила немецкий язык вот так вот выглядел мой рабочий день это сыграло очень большую роль моей теннисной жизни карьере вот я очень рада что я уехала на это время по я по я получила опыт которого здесь бы у меня никак не могло быть и идем играть в зал а сравнение женского и мужского тенниса насколько важно вот там с мужчинами тренироваться нужно ли это женщина вообще важно играть с разными стилями то есть чем больше у тебя есть разных спарринг-партнеров филипши защитники шипы тем лучше тренирую сейчас у меня конечно сейчас не такой большой арсенал спарринг-партнеров всего несколько несколько человек но я на я надеюсь что я смогу расширить его можно ли играть профессиональным теннисистом например там вот во дворе в парке или как бы есть настольный теннис профессионалов там любители да а есть такой вот дворовой настольный теннис и их нельзя совмещать ни в коем случае если вы имеете ввиду совмещать играть два часа каждый день на улице конечно я думаю это пользы никакой не не принесется скорее вред если один раз в месяц поиграть с друзьями расслабиться для удовольствия я думаю это пойдет только на пользу но кстати я познакомилась со своим мужем играя в пинг-понг на улице да нас познакомили друзья пригласили по играть настольный теннис меня его и вот так мы познакомились и вот уже пять лет вместе вперед с 3 по 12 июня сразу восемь игроков отличились тем что сумели выиграть по два турнира но главным героем стал дебютант сетка кап 20-летний роман жалубак из ивана франковска который приехал в киев всего на три дня и одержал три победы подряд один из турниров выиграл и старший брат романа владимир который стал первым из этой семьи кто появился на наших турнирах а ведь у них есть еще один брат 18-летний михаил который также играет настольный теннис на высоком уровне ждем мы его появления на сетка кап федору балбасу из борисполя удалось не просто выиграть два турнира подряд но и показать стопроцентный результат 10 побед в 10 матчах кстати самое упорное сопротивление ему оказал наш старый знакомый игорь тридух федор победил его со счетом 32 причем все три выигранные балбасом партии заканчивались со счетом 12-10 посещение херсонцам андреем романенко киева принесло ему 4 пункта в рейтинг 2 выигранных турнира и 9 побед в 10 сыгранных матчах интересно что на турнире 6 июня андрей проиграл первую встречу виктору березе а после этого выиграл 4 матча подряд в то время как виктор 4 своих последующих матча проиграл владимир михалко из снежного после нескольких неудачных турниров решил поменять накладки и это позитивно сказалось на его игре 6 и 7 июня он выиграл два турнира к ряду киевлянин петр загречук выиграл два турнира по понедельникам 3 и 10 июня владимир вороненков за последние 10 дней отыграл три турнира в двух из которых одержал победы павел холупенко один из самых эмоциональных игроков сетка кап но все-таки в последнее время у него было больше поводов для радости чем для огорчения ведь он выиграл турниры 5 и 11 июня анатолий назаров отличился победами 8 и 12 июня ну и еще один обладатель двух титулов михаил чубай из дубна причем вторую победу он оформил на ночном турнире который закончился в час ночи 13 июня а теперь внимание отныне в наших дайджестах будет новая рубрика сетка кап трик шот в ней мы будем показывать смешные розыгрыши трюки проводить необычные конкурсы и конечно же яркие и свежие идеи от участников сетка кап приветствуется всем привет меня зовут диана и мы запускаем нашу новую рубрику сетка кап трик шот это рубрика про конкурсы и первым будет такой нужно сбить три стаканчика за наименьшее количество попыток на все про все будет 10 попыток и давайте посмотрим кто с участников выборит себе приз в конце без каких вопросов ой 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 За шесть попыток она сбила уж целых три стаканчика. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры делал DimaTorzok Мужчина поддался женской красоте и проиграл. Неужели второе место разделили уже два игрока? Посмотрим. Ну, теперь нужно между вами устроить разборки. Спасибо. Ну и в заключение нашего выпуска по традиции смотрите самые красивые розыгрыши турниров Сетка Кап. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА